В уходящий год всегда подводятся итоги. И главная задача, которая ставилась перед всеми нами, членами правительства, это улучшение качества жизни населения. И немного слов о том, что же было сделано нашей корпорацией правительства для граждан. Самое главное, я бы хотела отметить, это то, что на территорию Ульяновской области зашло цифровое телевидение, и мы все на территории Ульяновской области можем смотреть в отличном качестве наши региональные новости. Это не только город Ульяновск и Димитровград, это все наши удаленные населенные пункты. Очень много люди говорят и пишут о том, что у нас качество связи не очень хорошее. И здесь я бы хотела отметить, что у нас имеется федеральная программа, которая реализуется на территории нашего региона, это устранение цифрового неравенства. В связи с этим в 58 населенных пунктов зашла сотовая связь. Ростелеком на сегодняшний день протянул более тысячи километров, и оптика появилась в небольших населенных пунктах. Огромная работа была проведена в части развития IT-индустрии. По поручению губернатора создан фонд развития информационных технологий. И в этом году на эти средства на реализацию 25 проектов было выделено более 5 миллионов рублей. Также продлены льготы для наших IT-компаний. И на сегодняшний день у нас зарегистрированы в Минкомсвязи более 56 компаний. Это те компании, которые могут получать льготы, это оплачивать вмененный налог на доходы в размере одного процента, это самая минимальная ставка. Те, которые работают компанией по классическому налогообложению, оплачивают налоги на прибыль только в федеральный бюджет. И 50 процентов оплачиваются социальный налог в федеральный бюджет. Хотела бы также отметить, что на территории Ульяновской области продолжает работать IT-ипотека. Это для сотрудников, работающих в IT-компаниях, которые получают от правительства на приобретение жилья дополнительные средства в размере 150 тысяч. И в этом году 13 человек получили данную IT-ипотеку. Хотела бы остановиться на том, что в этом году летом мы разработали концепцию развития внедрения интеллектуальных технологий и внедрения умных технологий на территории нашего региона. Следующий год у нас будет проходить под лозунгом «Год умных технологий и креативных индустрий». Летом при проведении Генеральной Ассамблеи данная концепция была одобрена международными экспертами. И на сегодняшний день мы активно реализуем проект «Цифровая экономика» на территории нашего региона. Всемирный банк провел оценку готовности нашего региона к реализации проекта «Цифровая экономика». И мы на уровне Российской Федерации выглядим достаточно хорошо. Но есть моменты, на которых мы обратим внимание и в следующем году ставим задачи для улучшения качества жизни населения, ведения бизнеса и других вопросов. Хотела бы остановиться на развитии сети МФЦ. На сегодняшний день у нас 27 многофункциональных центров. Они есть во всех городах и населенных пунктах. Там работает более 500 человек. С этого года мы открыли еще пункты коллективного доступа, где сотрудники многофункциональных центров помогут людям получать услуги в электронном виде. Огромная работа проведена по переводу услуг в электронный вид. Мы можем с вами записаться к врачу в электронном виде. Мы можем посмотреть ситуацию, связанную с образованием в сетевом городе. Мы также можем получить электронные услуги, проживая в далеких населенных пунктах, как Николаевка, Павловский, Новоспасский район, и оформить документы на приобретение охотничьего билета. Это огромный плюс, когда наше население может проживать в удаленных населенных пунктах и получать услуги в электронном виде. Раньше нужно было приезжать в районный центр, в город Ульяновск, в органы власти и получать услуги. По поручению губернатора в этом году более 90% услуг оказываются на базе многофункциональных центров. И нашим заявителям нет необходимости идти в органы власти, а можно прийти и в одном окне получить все услуги. Дорогие жители Ульяновской области, разрешите поздравить вас с наступающим Новым годом. Новый год всегда приносит что-то новое. И хотелось бы, чтобы в наших семьях было счастье, мир и добро!